Сейчас мы пришли уже в тупик нашей дорожки и вот там вот сверху на дереве сидит сова. Динка вот фоткает ее. Мы уже в океане и в первую очередь мы идем покушать в столовую, потому что здесь очень вкусные такие мясные шарики с пюрешкой с картошкой, просто на объедении, так что мы только вот зашли и сразу будем кушать. Вот так выглядят кассы, здесь очередь как бы типа шведский стол, подходишь, просишь что тебе дать, а потом на выходе вот уже расплачиваешься. Я буду обязательно эти митболс плюс хлебушка, Оля, эту гриночку надо будет взять. С вареньем, короче, ну сейчас увидите. Я тогда выключать не буду камеру. Так как мы много воды не пьем, берем один стаканчик на двоих. Один стаканчик измена на бок. Так как мы много воды не пьем, берем один стаканчик на двоих. А ей тирамису? Не, наверное, не. 2,99 тирамису. Странно, что она начинается все с десертов. Обычно сначала еда, а десерты потом... Ну что, берешь тирамису? Нет. А ты хочешь? Нет, я поступила два раза, но я в силу тоже не хочу. Ну то раз, если ты поможешь, то давай, берем. Вот такое тирамису за 3 доллара. Вот там какие-то холодные завертушки, салаты. 4 доллара вот вегетарианские завертушки. С курочкой 5 долларов. Ну, маны большие. Наесться, думаю, можно. Салат. Цезарь нет. А, так он с курочкой 5 долларов, Цезарь с курочкой. Тоже нормалет. Дальше это что, салмом? Салмом. У меня слюнка течет. Я иду, а у меня слюнка. Я все хочу сошрать. Калат не опрошу. Вон там есть цены. А эти рифсы только для IKEA хэмэшменов? А у тебя есть карты? Ааа. Ты хочешь попробовать? Рифс? Ты что, возьмешь себе рифс? То я себе возьму митболс и я себе 5 штук додам за доллар. Там за доллар можно еще 5 штук добавить. Есть водичка есть. Доллар 29 за обычный. А, по-моему, 5 долларов стоит упаковка из 30 вот таких бутылок. А здесь штучка продается за доллар 29. Вот так, не дешево. По сравнению с тем, сколько это в Walmart стоит. Ну ладно, включимся поздно. Сели мы уже за столик кушать. И вот сейчас покажу, что у нас есть. Вот такая греночка за доллар. Пюрешечка. Мясные такие шарики. 5 долларов. Потом эта 5 долларов. Гренка еще доллар. И 3 доллара вот эта. И еще дринг доллар. Но почему-то у нас вышло только 14 долларов. Он либо что-то не посчитал, либо я не знаю. Либо какие-то супер-супер классные скидки. Оль, 14 долларов. Почему? Ну, 5-5, 10, 11, 12, 13, 16. Ну, классно. Вкуснятина. Вот, смотрите, как я кушаю. И себе что-то сделать и покушаю. Ладно, до встречи. Вот мы уже в Айкии гуляем. Сейчас мы находимся на втором этаже. Я хочу вам рассказать, как вообще устроена Айкия. Вот, весь второй этаж. Здесь стоят экземпляры. Здесь даже сделаны вот такие вот целые комнаты с мебелью, которая продается в Айкии. И вот возле вот каждой мебели висят цена, висит название и висит... Здесь есть код. Где-то здесь, не знаю где. Не вижу я здесь кода. А, вот. Для стола. Есть код, который люди просто себе выписывают. А на первом этаже Айкии... Рыбу. Но я даже рыбой хочу кумысь по морде влупыть. Давай я туда. Хе-хе-хе. Вот. А на первом этаже склад. В котором потом по этих выбранных... Выписанных номерах... Все выбирается. Вот. Шоу-рум. Второй этаж. Маркет-плесс. Первый этаж. Вход. И вот такие вот ходы. Вот мы сейчас находимся здесь. И везде в этих комнатках... Ну, смотря что. Вот мы прошли living room, Прошли диваны. Сейчас стены и... Media storage. Тумбочки для телевизоров и так дальше. Там дальше кухня. Ванная. И спальня будут. Вот. На земле прям даже стрелочки нарисованы, чтобы не заблудиться. И на стене, на стендах висят вот такие бумажки, на которых тоже есть карта. Рулетки и карандаши. Есть компьютеры, через которые можно пробить... Что ты дивишься? Не, я не хочу. Она мне не подобается. Вот. Давай покажем людям. Вот мы себе домой купили вот такую тумбочку. Но. Здесь вот видите, она тройная. Посредине эти полочки, по бокам просто открывается. Потом сбоку еще, двухэтажные. И вверху. Но. Айкея это по сути конструктор. И мы купили себе вот только две. Вот не полностью вот этих три. А купили две. Одна и две. Только мы их сделали... Мы купили одну вот такую открывачку. И полочки. То есть у нас одна открыта получается, одна закрыта. И вот. Здесь конкретно. Вот допустим, вот эта стекляшка, которая сверху. Она на три рассчитана. Ну и подошли, спросили, есть ли такая же на две. Ну, работница прямо на компьютере пробила. Нашла номер. Мы записали себе номер. То есть сами себе сложили такую тумбочку, которую мы хотели. А я не хочу. Вот. Вот так построена Икея. Здесь вся мебель, это конструктор. Они здесь людям показывают. Сделаны вот уже готовые все. Из разных частей. Ну, можно себе сделать так, как ты хочешь. На первом этаже вот. На втором этаже выписываешь, что нравится. А на первом просто спускаешься. И по номерам уже берешь коробки. В коробках сразу есть инструменты для сбора. Ну, там какие инструменты. Там какая-то отверточка или что там надо. И просто по инструкции сам дома это все собираешь. Вот это все. Эти столы. И вот это все собирается дома самому. Своими руками. Вот так работает Икея. Поэтому здесь, ну, получается дешевая мебель. Потому что они не тратят деньги на сборку. Уже не надо платить мастерам, которые где-то это все будут собирать. Они просто там сделали на заводе продукты и отправили в магазин. А люди уже сами собирают. Вот так. Целая кухня вот сделана. Ну, правда, здесь нету холодильника в Икея. Они их где-то купили просто, чтобы, как экземпляр. Ну, вот эти все стульчики, полочки, люстры. Лампы. Продают холодильник тоже? Ого, точно. Холодильник даже продают. Я думал, нет. Вот спальня. Здесь можно сесть, полежать. Вот здесь спальня. А дальше проход даже, наверное, ванну сделали. Нет, здесь еще одна спальня. Да. Ну, вот. Просто шикарно. А вот так я снимаю. Вот так. Я знаю, в Украине у нас нету такие вот парень, как тащится. Там компьютеры открывают, закрывают тумбочки. А ему нравится. Хей! Мы сейчас хочем кровать и посмотреть. Новую себе хотим больше купить. Сегодня только смотрим, сегодня куплять не будем. Вот. Что хотел сказать, что я знаю, что в Украине нету Айкии. Поэтому кто, кто мои соотечественники, они не знают, скорее всего, как это все выглядит. В России есть Айкии, в Москве знаю есть. Наверное, есть в Петербурге. Так что в России кое-кто из моих зрителей точно знает, как выглядит Айкия. Айкия, кое-кто пробовал эти митболлс. Нам сегодня надо еще для кухни купить там тарелочки и чашечки. Вот. Ну вот кровати. Вот целый такой этот с кроватями. Ладно, мы будем смотреть, как еще в 30-х годах говорили Ильф и Петров, что в Америке продают сон, а не кровати. Вот матрас за тысячу баксов. Я готов здесь спать просто сейчас. Как уж куда-нибудь на тут хорошее. Хм. Ой, как же здесь хорошо. Вот-вот, столько матрасов. Это какой-то такой, форшивенький. Ну блин, ну тут все остальное хватает. Ну да. Ну хочешь? Да, что сильно хочешь, то давай не знаю. Я уже пошлю доди, когда мы будем куплять это. Я хочу с ним купить больше. Пусть это нормально купить, одинаково. Ну окей, значит мы уже закончили сверху и отправляемся вниз. Кровати посмотрели, сегодня покупать не будем. 200 долларов надо? А? Мы так и не подивились, что там надо, для того лишнего. Какие запчасти, вот так. Ну что, подивились? Вот, сейчас спускаемся вниз и берем просто уже, что нам там надо. И идем домой. Ну вот, мы уже в кухонных принадлежностях. Они здесь сразу рядом. Вот Оля берет тарелочки. У нас такие же, у нас несколько было. Несколько мы побили. Добираем. Ну я взял вместо обычной большой коляски, взял вот просто вот такую железяку, на которую вешается акиевская сумка. И туда ложится, что там надо брать. Вот здесь вначале вот такие склады, а там дальше будут уже серьезные склады с мебелью, с большими коробками. В которых уже, в которых уже большие там столы, кровати, тумбочки и так далее. А здесь ерунда пока мелкая. Мне нравится вот эта часть Айкии, где продают лампы. Здесь просто очень много света. И все лампы на туче, очень красиво. Какие хочешь. А что сюда двигаешься? Нам же не надо ничего. Что-то каш? Вот так. Уже почти дошли мы до основного склада. Ну а это уже главный центральный склад. Где мебель разная. Ряды пронумерованы. На каких компьютерах можно посмотреть по номеру твоего айтема, в каком ряде она лежит, чтобы с легкостью это все найти. Ну и все. Мы вот две посудины взяли, идем на кассу и едем домой. Поэтому я с вами прощаюсь. Мы едем в парк. Скорее всего, тоже сниму видео. Вот так прошла у нас суббота. Такой типичный субботний день. Немножко разлетлись, немножко по магазинам. Сейчас еще в Волмахте домой. Ну а с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Пока.